Становятся известные музыканты, политики, звезды, их любовники и любовницы, даже футболисты. А чем я хуже? Меня зовут Юлия Антонцева, я модель, корреспондент Космо. Почему бы мне не попробовать стать еще и диджеем? Сейчас разберемся, насколько это сложно. Зови меня, дитя горд, я из Кавказа. Это BJMX, запоминай сразу, мой флоу как заноза. Мой силе больше гроза, а для диджеев я реальная угроза. Брутальный красавец с дрэдами, диджей Мэг. Последний раз настоящим именем Эдуарда Магаева называли три года назад, когда он был еще танцором и хореографом. Пальня выступал во Владикавказе, потом участвовал в телевизионном танцевальном баттле и в 2006 году попал в лейбл Тимати. Мы всегда с ним общались на респекте, и наше общение, оно было опять же связано с танцами. На тот момент Тиму нужна была хореография в его новый клип, попросил он сделать меня. Я это сделал бескорыстно. Ну вот, чуть позже я начал играть, и Тим понимал, что я начинаю прогрессировать. Тим начал меня потягивать на свои музыкальные, разные там концертные перформансы, да. Мы начали вкладывать в меня деньги, и пошли видеоклипы, пошли мои треки. Диджей Мэг выпустил 9 синглов, 7 клипов и последний Moscow to California. Совместное творчество с Тимати и Сергеем Лазаревым. До этого было провокационное видео Party Animal и милое для девочек там, где ты, с Кариной Кокс. Твой путь от танцора к диджейству Мэг считает закономерным, а тех, кто случайно встал за вертушку, называет фейком. Диджеев все больше и больше, и половина диджеев даже не понимает, зачем это нужно. Занимайся любимым делом и делай это искренне. И если ты делаешь искренне, это будет плод, и у тебя будет результат. А если ты фейк, то фейк. Первое время, когда я выступала с другими ребятами, которые тоже непрофессиональные диджеи, вообще никогда не думали, что они будут диджеями, мы выступали под слоганом «Каждая кухарка может стать диджеем». Кухаркой Марии Лихтенфельд уже не стать. 22-летняя студентка факультета журналистики удачно вышла замуж за бизнесмена и совладельца престижных московских клубов. По словам Маши, супруг позволил ей не доводить ничего до совершенства. Девушка снимается в сериалах, ведет интернет-проект, и вот теперь встал за вертушку. Под псевдонимом Мэри Би она выступает в клубах мужа. Самое главное, конечно, для диджея – это правильно сводить треки. Пока я это не очень хорошо умею. Самый часто задаваемый вопрос, если там какая-то подружка у меня приходит, диджейка, она говорит, здесь так много кнопочек, что же делать? На самом деле ты используешь, ну там что, два переключателя и пацаны… И пять вот этих штучек, да. А это что такое? Это… А это мои шпаргалки. Ну, на самом деле… Это что, на каком диске записано, да? А у тебя пластинок принципиально нет, да? То есть ты не покупаешь… Ну, поскольку я не профессионал… Нет смысла, да? Я очень дорого это составила. Настоящий диджей должен на виниле у меня играть. Сейчас очень легко открыть компьютер, многие так это и делают, нажимают кнопку и стоят, ничего не делают. Все-таки для меня винил – это мастерство, другое звучание, это культ. Эту пластинку подписал Эрик Притц, эту – Саша, эта пластинка – дизайн авторства, который принадлежит Бэнкси. Сеты диджея Денниса Эй слушают несколько десятков тысяч любителей электронной танцевальной музыки по всему миру. Музыкант выступал в Майами, Берлине, а на Казантипе у него был собственный танцпол – Dark Stage. Три года назад Деннис Эй основал собственный лейбл, выпустил 30 релизов, вошел в сотку лучших диджеев страны и разделил жизнь на дневную и ночную. В офисе он бизнесмен Денис Олентьев. Сфера интересов – покупка и продажа бриллиантов. В клубе Деннис Эй – фанат винила и мелодичного техно. Люди должны быть сконцентрированы больше на музыке и на эмоциях. То есть не будет прыгающего от этого вот ничего. В этот самый момент все наши люди дают шума для диджей. Мне просто интересно, сколько диджеи зарабатывают? Диджей зарабатывают нормальные деньги в зависимости от того, какое у них имя, какой у них статус. Само собой, если ты играешь в каком-нибудь алкобаре в Москве, да, там за 200 долларов, ну, ты получаешь, соответственно, там такие деньги. 200 долларов, да? Ну да. В итоге, допустим, чтобы тебя пригласить на свою вечеринку, сколько нужно денег? Я никогда, на самом деле, об этом не говорю, но это будет недешево. Недешево? Ну, 5 тысяч евро. 7. Лайк, да. Нормально, да, уже где-то? Ой, я молодец, да, примерно понимаю уровень. У всех понятие дорогое или дешевое, оно различается. Я за месяц не куплю себе машину ни в коем случае. И за два месяца, за три, за полгода, я думаю, даже я не куплю себе машину. Ну, я смогу купить новые диски на свою машину, может быть, так? Мэри Пи вполне устраивает ее заработок. За диджейским пультом она всего лишь весело проводит время. А вот Мэг и Деннис Эйн строят планы по покорению мира. Одному хочется звучать из каждого утюга, другому зажигать лучшие танцполы. Обоих раздражают случайные люди в профессии. Но придется ребятам потерпеть, пока быть диджеем слишком модно. Редактор субтитров А.Семкин